Всем привет! Добро пожаловать на мой канал по автоматизации тестирования и не только. Сегодня конкретно будем говорить про автоматизацию мобильного тестирования, а именно фреймворк Maestro. Недавно на Хабре я опубликовал вот эту статью. Автоматизация есть ли шанс у Maestro для тестирования мобильных приложений. Ссылочка, конечно же, будет в описании. На самом деле на рынке довольно много решений для мобильного тестирования. Мне вообще казалось, что на рынке мобильного тестирования до сих пор нет фреймворка, который можно очень быстро запустить. Он будет работать и, в общем-то, за один час, за два часа можно написать основные тесты по нему. Но если учитывать, что приложение небольшое. Так вот, мне казалось, что такого фреймворка нет. А вот Maestro появился. Давайте сейчас сравним, что у нас есть. У нас есть Apium, который является универсальным решением. Можем автоматизировать iOS, Android. Много документации, но, к сожалению, довольно сложно порой настроить. Есть разные проблемы с ожиданиями и другими вещами. Многие могут спорить, на самом деле даже на Хабре появилась дискуссия на этот счет. Но я считаю, что Apium, ну, не самое лучшее решение для новичка. Мои личные эксперименты с Apium каждый раз заканчиваются тем, что буквально не можешь понять, почему эта команда не запускается, почему эта кнопка не нажимается. И ты тратишь полдня на то, чтобы понять. И в итоге какие-то совершенно простые вещи. Должно все работать, но не работает, да? То есть вот так вот с Apium у меня. XCUITest для конкретно iOS приложений. В общем-то, весьма неплохая утилита. Ну, работает, видите, только на одну мобильную платформу. Jetpack Compose. По нему у меня есть отдельное видео, где я рассказываю, как автоматизировать интерфейс, созданный с помощью этого подхода декларативного. И спойлер, автоматизировать мы будем тоже приложение, что сейчас будем рассматривать, используя Maestro. Также Espresso. Про него у меня тоже есть отдельное видео, где я на Java автоматизирую приложение. Довольно интересный. Более того, я вот буквально недавно узнал, что есть еще такое интересное от него ответвление, называется Kaispresso. Каспрессо, вернее, да? От Касперского, созданного, от студии Касперского. Его еще не пробовал, но тоже должно быть что-то интересное. Вот есть официальный сайт, а также есть репозиторий на GitHub, я так понимаю, все в опенсорсе. Можно его также рассмотреть. Возможно, следующее видео будет про него. Кстати говоря, да, это весьма часто в плане мобильного тестирования, да, тестирования в целом, что берется какой-то фреймворк, поверх него появляется какая-то такая мордочка, да, и наверх него добавляются какие-то новые функции. То есть, ну, как бы происходит расширение фреймворка. И это весьма интересно, весьма здорово. Ну, то же самое, допустим, с Selenium есть Selenit, да? То есть, Selenit такая оболочка вокруг Selenium, которая упрощает некоторые его функции, в частности, ожидания. Допустим, Selenit весьма хорошо работает с ожиданиями. У меня, кстати, отдельное видео про Selenit тоже есть. Так вот, Maestro это новый игрок, и заключается в том, что в этом концепте у нас вообще практически не нужно писать код. Весь концепт Maestro заключается в том, что мы пишем не код, а просто декларируем, какие вещи нам нужно сделать. То есть, нажать кнопку, проверить какое-то значение, то есть, assert, и что-то ввести в поле бода. Все. То есть, вот таким образом работает наш фреймворк Maestro, который мы сегодня конкретно рассматриваем. Поддерживает он также iOS и Android, то есть, это весьма универсальное решение. К сожалению, до конца не сформировано, потому что еще много в этом плане нужно сделать. То есть, там много чего не работает. Допустим, вот в случае с iOS не поддерживается запуск на реальных устройствах, насколько я понял. Только с эмуляторами. Интерфейс весьма простой. Более того, есть Maestro Studio, который позволяет нам быстренько посмотреть основные локаторы в нашем мобильном приложении. Тоже его сегодня рассмотрим. И стабильность. В принципе, вот мой опыт такой, что он весьма стабильно работает. Как установить Maestro? У меня в статье есть непосредственно об этом отдельный раздел. Для того, чтобы это сделать, на Windows или Mac достаточно ввести вот эту команду в терминал, и оно автоматически установится. На Windows вам также придется установить WSL, то есть Windows Subsystem for Linux. А на Mac можно также использовать Brew. То есть, у вас должно быть установлен Home Brew пакетный менеджер. Все. Также Brew, Tab, и после этого ставим Maestro. А что же мы будем сегодня автоматизировать в качестве пробы, этого инструмента? А автоматизировать мы будем ToDoSlav. Так вот, у меня есть на GitHub отдельный репозиторий. Мое приложение ToDoSlav там имеется. В том числе, уже готовый скомпилированный APK файл. Если зайти сюда, можно найти готовый APK файл. Вот он здесь. Приложение ToDoSlav у меня уже установлено. Можно открыть его здесь, в эмуляторе, который у меня тоже подготовлен. Как подготовить эмулятор, у меня рассказано в других видео. Можете посмотреть. Так вот, по сути, это список задач на сегодня. Что мы хотим сделать? Допустим, купить хлеб, купить чеснок, поочинить что-то там, допустим, стул. Вот можете что-то добавить. Допустим, пишем Testing и добавляем. Вот он здесь появился. Можно удалить. Можно вообще все поудалять здесь. Вот так вот. И кнопочка Links, которая еще не готова, но здесь будут какие-то ссылки, также можно будет коллекционировать. В этом заключается вся идея. Собственно говоря, для тестирования прекрасная программа. Написал я ее с помощью JPEG Compose UI и Kotlin. Можете посмотреть весь код от GitHub репозитории. Собственно говоря, что нам нужно для автоматизации? Вот в этой статье дальше у меня расписано. Смотрите. Мы создадим файл, который называется mainactivitytest.yml. То есть используем язык YAML. И в этом файле мы укажем конкретные команды, которые мы запускаем. Все очень просто и весьма читаемо. Смотрите. Первое. Мы указываем название идентификатора программы, которую запускаем. com-demon-todo-app. Вот такой вот идентификатор моей программы. Что мы делаем? Мы запускаем приложение. launch-app. То есть эта команда запускает приложение. Далее. Комментарий test1 add task. Что мы делаем? Мы нажимаем кнопку enter task field. Вот у нас здесь. Enter task field. Идентификатор этого поля такой. А потом вводим текст. Test task1. В это поле опять же снова enter task field. И нажимаем кнопку add. Далее что делаем? Мы проверяем, что это задание появилось здесь в списке задач. Далее нажимаем кнопку delete, чтобы удалить это конкретное задание. А потом мы просто проверяем, что все элементы остались на этой странице. То есть конкретно enter task field. Вот он здесь. Add button. Вот он здесь. И links button. Смотрите, можно либо идентифицировать все поля, либо по названию. То есть add, допустим, add, enter task и links. А можно также добавлять какие-то идентификаторы в программе. То есть используя то же самое Maestro Studio или другие инструменты, можно быстренько просканировать, какие есть у нас конкретные идентификаторы или локаторы этих полей. Об этом можно, опять же, отдельное видео снимать, но у меня в других видео об этом рассказано. То есть можно использовать очень много разных инструментов, чтобы найти эти поля. В том числе Maestro Studio, которые мы рассмотрим. Итак, здесь у меня дальше в статье все это расписано. Давайте все это попробуем в реальности, ведь это все довольно просто. Итак, открываем терминал, либо в Маке, либо в Виндосе. Набираем здесь Maestro-V. Смотрим, какая у нас есть версия. Вот 1.39.7. Все хорошо, все настроено, можем дальше запускать наши файлы. У меня, значит, в этой папке есть так называемый файл mainactivity.test.eml. Вот его сейчас я открою, посмотрим, что у нас здесь есть. Смотрите. Итак, все те же самые команды, которые мы обсудили в статье, они все вот здесь вот есть. Все, что нам остается, это запустить наш тест. Что у нас должно быть запущено? Запущен должен быть эмулятор, установлен, естественно, Maestro. Также мы не забываем, что у нас должен быть установлен ADB. ADB devices набираем, да? Вот, и у нас показывается, что у нас эмулятор запущен, все хорошо работает. Про ADB, значит, вот такая ситуация. Нужно поставить Android Studio. Опять же, вместе с Android Studio идут те же самые эмуляторы. Про это у меня есть отдельное видео, можете посмотреть. Не хочу просто повторяться сто раз. Время самого интересного. Запуска тестов. Мы закрыли программу Tudus Love, и теперь должны запустить наши тесты. Пишем Maestro, тест, пробел, main. Что там у нас написано? MainActivity.yml, да? MainActivity.test.yml. Main, табуляцию, чтобы набрало до конца название этого файла, и Enter. Эмулятор стоит здесь у нас запущен. Итак, запустилась программа, нажимается это поле, все нажалось. Вводится текст, ввелся. Нажимается кнопка Add, нажалось. Проверка, что все появилось, удалено. И потом проверка, что все поля на месте остались. То есть, задание появилось, задание удалилось, и проверили все поля. То есть, что здесь все есть на месте. Все хорошо отработало, и смотрите, что получается. Значит, все галочки стоят зеленые. То есть, все отработало. Давайте сломаем тест. Давайте откроем снова его в текстовом редакторе, и давайте что-нибудь изменим. Ну, к примеру, давайте нажмем здесь, тэп он не Delete, а пускай будет Elite, допустим. Да, просто уберем один символ. Запустили. Смотрим, что получается. Ну, кстати говоря, автоматом закроет приложение его и перезапустит. Перезапустилось приложение, нажалась эта кнопка, нажалось это поле, нажали Add, удалили, а не удалилось. Потому что кнопку найти не может. Видите, он пытается, 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 значит, ожидает этот элемент, но найти его не может. Дает некоторое время, что найти этот элемент, но не получается. Потом все эти тесты остальные должны, по идее, провалиться, да? Да, видите, дальше у нас выполнение останавливается. То есть, тест провалился, все, дальше ничего не выполняется. А что интересно, результаты этого теста, вернее провального теста, сохранились вот в этой папке. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Смотрим, что получается. Скриншот этого окна приложения, где оно провалилось. Все, а также есть лог. А в логе давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте так, кстати, там, так, running. А вот Elite он уже найти не может. Возвращаемся. Все команды разобрали, что происходит, все понятно. Но у нас еще есть интересная штука такая, как Maestro Studio, чтобы обнаруживать, смотреть локаторы. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Вновь откроем терминал и наберем здесь Maestro. Studio, кстати говоря, одна из лучших уделий по поиску локаторов, серьезно. Запускаем Maestro Studio, и у нас должен запуститься сервачок, и подключается к этому эмулятору. А, собственно говоря, здесь можно запускать разные команды и смотреть, что вообще происходило. Можно search elements, можно найти определенные элементы, вот tap on todo slav, можно скопировать это все, вставить, поменять как угодно, создать новый тест. Можно также tap on point, можно нажать на определенную точку на приложении. Даже можно не нажимать не на конкретную вот кнопку, да, на текст, потому что иногда у нас нет локатора конкретной кнопки. Приходится извращаться и искать по определенной позиции вот на экране приложения. А это очень плохой подход, сразу говорю, но вот вариант тоже подходит. Если уж совсем другие варианты не работают. Можно делать, нажимать и вот так ему функционировать. Можно, кстати говоря, сделать, чтобы, допустим, если play нажать, то он это осуществит. Tap on add button. Давайте сделаем, что на delete, да, вот допустим, delete, уже сделать, чтобы оно это все запустило. Нажимаем, tap on delete, все удалилось, задача здесь. Все хорошо работает, все функционирует. Maestro Studio напрямую связан с эмулятором и таким образом взаимодействие происходит. Здорово, еще раз скажу, на мой взгляд, это просто отлично. Собственно говоря, это все, какие есть еще команды. Вы увидите на экране tap on, input text, assert visible, все это мы уже разобрали. Scroll до какой-то позиции прокрутить на экране. Long press, долгое нажатие кнопки. Capture, можно снимок экрана сделать, swipe, там слева направо или справа налево можно сделать какой-то swipe, да. И также wait for, то есть ожидать появления конкретного элемента на странице. Что же выбрать, Apium или Maestro? Вот на мой взгляд, конечно, Apium еще пока побеждает. В том плане, что это гораздо более развитая утилита, в ней гораздо больше документации. Maestro, несмотря на то, что простейший синтаксис, кажется все удобно, но все равно Maestro не дотягивает по возможностям. На мой взгляд, конечно, не дотягивает. Но в будущем, в будущем, возможно, все будет намного лучше в плане Maestro. И, возможно, появятся какие-то новые утилиты. Потому что все, что сейчас мы видим, это какие-то, знаете, open-source обрубки, которые, вот, скажем так, мне кажется, еще допиливать, допиливать и допиливать. Посмотрим, какие решения еще возникнут. Но пока Maestro это весьма перспективная штука. Потому что довольно много документации у них есть на сайте. Более того, если перейти по этой ссылке, то у них есть какие-то решения по запуску этого всего в облаке, то бишь в клауде. Вы можете посмотреть, что у них здесь есть. У них все есть эмуляторы какие-то там на их стороне. Буквально запускайте тесты, можно быстро все организовать. Но, судя из дискуссии на гитхабе, они говорят, что у них есть ряд проблем с запуском на iOS. И они толкают собственное облако за 500 баксов в месяц. То есть для маленького стартапа это деньги, конечно, весьма большие. Расскажите в комментариях, что вы над чем думаете. Ваш опыт, может быть, расскажете, как у вас вообще все это работает. Может быть, по поводу Apium поделитесь. Может, вам Apium нравится и вас всем устраивает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, будут разные новые видео. В частности, возможно, вот обсудим Коспрессо. Потому что вот мне оно понравилось. Я буквально сегодня слушал очень много всяких разных докладов на YouTube по поводу него. Пока-пока.